Здравствуйте! Добрый вечер, одесситы! У нас выборы наконец-то начали показывать свое наличие, свою перспективу. Чтобы мы сейчас с вами не говорили о времени летних отпусков, до выборов осталось 3,5 месяца, и определенные подвижки уже произошли, потому что принят закон. Принят он, скажем так, странным образом, всего за полчаса. Огромный закон, где полторы тысячи поправок еще не читаны никем, а закон уже принят. Трудно себе представить, что будет разворачиваться дальше, коль скоро выборная кампания идет таким вот странным образом. Закон как бы есть, но пользоваться им еще в полной мере нельзя. Я думаю, что происходящие события существенно усложнят выборы для рядового избирателя, а вот этого бы как раз не хотелось. Вот в связи со сложностями нового закона о выборах, со сложностями самой избирательной кампании, чтобы разобраться рядовому избирателю, нужно начинать заранее. И мы начинаем прямо сейчас, у нас в эфире, у нас в гостях Александр Анатольевич Астапенко, он не только депутат горсовета, он еще и состоит в комитете, который, собственно, занимается блокированием коррупционной деятельности, в том числе и на выборах. Я не буду называть комитет, у него очень сложное название, я говорю, это не антикоррупционная деятельность, это основной профиль работы этого комитета. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте, уважаемый депутат. Значит, хотелось бы, чтобы вы внесли ясность, по крайней мере, по базовым пунктам выборного закона, что запутаться очень просто даже тем людям, которые регулярно занимаются выборами. Ну, во-первых, надо сказать, что несмотря на то, что закон принят, я абсолютно с вами согласен, что есть полторы тысячи поправок около того, о которых мы не знаем, закон еще не подписан президентом, не опубликован, и поэтому мы можем говорить только о каких-то контурах первого чтения этого закона и о тех новациях, которые он вносит. Первое, что мне хотелось бы сказать, как мне кажется, ну, совершенно очевидно, что закон носит такой, знаете, сиюминутный характер. То есть закон написан, ну, принимался, это, наверное, и обусловлено порядком его применения. Закон написан совершенно очевидно в интересах больших партий, которые имеют такие устоявшиеся постоянные команды в регионах. С одной стороны, это хорошо, потому что есть на кого взять ответственность. С другой стороны, как мне кажется, этот закон определенным образом ограничивает, знаете, там свежее дыхание, которое может прийти со стороны... Я хотел бы остановиться на этом моменте. На самом деле, нынешний состав Верховной Рады шел на свои теперешние выборные должности с одним общим лозунгом. Давайте новые лица новых людей. Теперь они уже не совсем новые люди, они блокируют попадание в выборные органы на местах новых людей. Ну, мое субъективное мнение, да, это происходит. Почему? Потому что, ну, совершенно очевидно, как мне кажется, есть понимание и у команды президента, и там, у коалиции, которая находится в Верховной Раде, не хотят ревизий. Вот. И боятся новых вызовов. Я бы даже осложнил ситуацию. Они не только боятся новых, они по существу блокируют возможность создания политической жизни в стране. Потому что существующие большие партии, по большому счету, политическими не являются. Это клубы по интересам. И сформированы они как клубы по интересам. И действуют они клубы по коммерческим, собственническим интересам. Если говорить о том, что партии только должны зародиться, то у них очень странная перспектива. Для того, чтобы партию узнали, за нее начали голосовать, она должна иметь какую-то историю развития. А новая партия, или вот мы начали с вами, нашли единомышленников, нашли источники финансирования, начали проектировать новую партию. Которая представляет значительную часть населения. И что же нам делать? Мы не можем быть избраны даже на первичных выборах сюда, потому что нам большие партии заблокировали, чтобы ничего в стране не менялось. Юрий Ильич, не совсем все так. То есть, не то, что не заблокировали. Как раз норму, которая обязывает партию существовать 365 дней, чтобы участвовать в выборах, она как раз эта норма не прошла. Это одна из поправок, которая исключила эту норму. Но сам закон так выписан. Понимаете, как мне кажется, это не совсем пропорциональная система и не совсем мажоритарная система. А какая же она? Это какая-то средняя такая итерация. Но они ее назвали гибридной. Да, гибридной. Так у нас получается, смотрите, война гибридная, у нас мир гибридный, теперь у нас выборы гибридные. И выборы. Ну, я же поэтому говорю, что совершенно очевидно, что закон выписывался под ситуацию. И совершенно очевидно, что этот закон выписан, я абсолютно убежден, что этот закон будет действовать полтора-два года до следующих выборов в местные советы. То есть, это такой промежуточный закон. Он, безусловно, как мне кажется, лучше от того уродского закона с системой, где была половина попропорциональная, половина помажоритарная, да, смешанная система. Где были открыты ворота, там, сказать, коррупции в мажоритарных округах и манипуляции вот этим вот выдвижением и продвижением Совета и депутатов. Но это не то, точно не то, что требовалось и что было подписано в коалиционном соглашении, когда создавалась коалиция. В этом я абсолютно убежден. То есть, это не то, что хотели люди. Да, есть открытые списки. Каждая партия выдвигает, ну, допустим, для города Одессы 90 кандидатов в депутаты. Эти кандидаты в депутаты будут представлены по одному на 90 округах в городе Одессе. Как мне кажется, что важно, не исключили механизм коррупции, потому что каждая политическая сила, их у нас там более 200, выставит своего кандидата. Мало того, есть возможность манипулирования своими политическими силами и есть возможность коррупции на партийном уровне, да, когда там будут специально делать так, чтобы ослабить или усилить там слабых кандидатов или ослабить сильных кандидатов для того, чтобы прошел кто-то третий. Да, это один вид коррупции. А с другой стороны, как для меня очевидно, что если будут представлены там те же бонзы, да, скажем там, с большими материальными и финансовыми возможностями, у них есть абсолютно четкая возможность, которую трудно будет предотвратить, там, раздать тысячу человек там по 200 гривен, не такие уж большие деньги, в принципе, для избирателей, избирательной компании. И иметь, допустим, тысячу человек, которые точно за тебя проголосуют, и это создает нездоровую конкуренцию. Ну, там же еще был такой интересный ход, как просто скупка конкурентов. Ну, я про скупку и говорю. Скупку конкурентов. И конкурентов можно скупать. Которые начинают или работать против твоего основного соперника, или, наоборот, просто сходят с дистанции. То есть, на самом деле, всякий, каждый из этих механизмов имеет свой, как бы, ценностной рейтинг. Сколько стоит пройти так или быть избранным? Быть избранным, вероятность выше, но дороже. А гораздо проще сделать коротко. Да, коротко. Купить двух кандидатов, а трех не просто купить, но еще и заставить работать против твоего конкурента. То есть, вот это все никуда не делось, я правильно понимаю? Ну, понимаете, как мой анализ, субъективный анализ закона свидетельствует о том, что это никуда не делось. К сожалению, это никуда не делось, потому что, как мне кажется, законодатель должен был, главное, что сделать, он должен был исключить все возможности вот таких коррупционных проявлений. Он, по-моему, их просто сохранил. Да, а это главная была задача. Собственно говоря, это главная задача и пропорциональной системы открытых списков, да, для того, чтобы люди знали, кого выбирают, и очень сознательно голосовали за конкретных людей. К сожалению, как мне кажется, не получилось вот это исключить. Вместе с тем, я понимаю, что этот закон точно лучше, чем тот, который был. Все-таки у нас разговор с точки зрения рядового избирателя, который нас сейчас возможно смотрит, носит казуистический характер. То есть мы говорим о вещах, которые, ну, как бы мы с вами более-менее погружены в материал, в большей или меньшей мере, да, тем не менее у меня вот пока что очень много сомнений, пока я не читал законы, мне очень трудно их развеять. Как нам снять вот эту настороженность избирателя, который уже в середине нашего разговора думает, а пошли бы вы все? Ну, во-первых, все социологические исследования показывают, что процент людей, которые думают именно так, как вы сказали, чрезвычайно высок сейчас. И сейчас этот новый закон, этот процент увеличивает на порядок, как мне кажется. Ну, мне трудно сказать, это так или нет. То есть тем более они опять не внесли пункт, в анкету не внесли против всех. Потому что этот господин против всех, боюсь, наберет больше всех голосов, если он вообще будет. Все соцопросы показывают, что именно так. И поэтому такого пункта нет. Да, и поэтому именно такого пункта нет. Я думаю, что не совсем демократично. С точки зрения, знаете, там закона есть много таких вещей, которые меня настораживают. Допустим, там 5-процентный барьер для политических партий. Блоки Урали там было для блоков 7%, но я знаю, что поправка исключила блоки. То есть 5% для политических партий. Надо понимать, что 5% городской совет, ну, это какое-то количество депутатов. А если, допустим, в сельском районном совете, там есть, в городском совете 12 депутатов, да, то один депутат это уже не 5%, это 8%, 10-12%. Понимаете? А там разве по сельскому набирают или в целом по области? Нет, села и сельские советы, они избираются по классической мажоритарной системе, а районные советы и все остальные городские советы, они избираются по профессиональной системе. Ну как это все донести до сознания всех? Это очень дифференцированная информация, которая имеет разную адресацию для людей с разным образованием. Да, на самом деле избирателям, ну, избиратели у нас никогда очень тонко не чувствовали, там сказать, нюансы закона, да. Избиратель должен понимать совершенно четко только одно, что его голос важен, и что надо прийти на выборы и отдать свой голос за любую политическую силу, которую ты считаешь нужным для того, чтобы сохранить, ну, знаете, такой репрезидентивность самих выборов. Это очень важно. То есть надо понимать, что наш голос важен. Его отодвигают в сторону от понимания программы этой партии. Программы вообще все похожи одна на другую, и, видимо, будут все более похожи. Вопрос тогда в другом. Чем эта партия лучше другой? Первые лица более знакомы по телевизору. Все. Критерии какие у избирателей? А вот здесь как раз и нет первых лиц. Понимаете, вот нынешняя система выборов, которая принята в этом законе, она не презентует первую пятерку или первую десятку лидеров политических партий. Она завязана именно на сильные команды. Я считаю это плюсом закона. Почему? Потому что вот у нас будет в Одессе 90 округов, и каждая политическая сила вынуждена будет на каждый округ поставить желательно сильного кандидата, максимально сильного кандидата, потому что от того, сколько людей проголосует за конкретного кандидата, столько людей проголосует за партию, и это дает возможность партии пройти. Понимаете? Поэтому это закон сильных команд. Выиграет тот, у кого будет больше людей с узнаваемостью и с уровнем доверия. Так, с узнаваемость-то вещь тоже приобретаем. Можно человек с узнаваемым теперь является товаром, который выставлен на рынок задолго до выборов. Вопрос, кто больше заплатит за то, чтобы он работал от его партии. Опять пошли в расход господа юные командиры батальонов, заслуженные наши бойцы, теперь их будут покупать, что называется, оптом и розницу именем Майдана. Теперь они будут лицом, они будут украшением того или иного списка. Разве не так? Ну, в какой-то степени да. Почему? Потому что уже сегодня многие политические силы звонят и приглашают людей, которые имеют какой-то уровень доверия у громады, и приглашают их в свои, ну, скажем, политические ряды. То есть, опять-таки, в ходу технологии. Чем чаще человек мелькает за этим столом, тем больше у него шансов быть избранным. Мало того, вот я вам могу привести пример, касаемо, так сказать, Одесской области. Можно и город Одесса в таком смысле проанализировать. Знаете, у нас есть там юг Одесской области, есть север Одесской области. Проукраинский север и такой слегка маргинальный и не знающий, за кого голосовать юг. За Советский Союз. Да, который голосует за Советский Союз, понимаете? И теперь получается, что, ну, скажем, для оппозиционного блока, для коммунистов, желательно максимум кандидатов в депутаты поставить на юге, а для, скажем, вот этих сил, которые относятся к демократическому лагерю, лучше и, так сказать, избираться на севере. Отсюда такая ненормальная конкуренция. Да, даже внутри партийная будет конкуренция. Почему? Потому что понятное дело, что каждая политическая сила должна выставить и там, и там. Но получается, что те люди, которые будут избираться, допустим, на юге, в областной совет, и на севере, будут с неодинаковыми возможностями. Уважаемые телесрители, выборная кампания началась. У нас очень интересный человек, который разбирается в выборных технологиях. Это Александр Анатольевич Остапенко, телефон 737-7310. Звоните, задавайте вопросы. Это ваш выбор. Я хорошо помню, как один раскрученный, уже побывавший на вершинах власти кандидат от одного блока вызывает на публичные дебаты тоже раскрученного, более скромного кандидата из другого блока со следующим манком. «Дорогой мой, у тебя самые главные противники внутри твоей партии. Если ты будешь со мной дискутировать, то ты наберешь пару очков в моем электорате. Мы друг другу не соперники. У меня тоже основные противники в нашем лагере. Поэтому, если мы будем друг на друге самоутверждаться по отношению друг к другу, если мы будем с тобой спорить в эфире, наберешь и ты, и я, при этом вреда никакого». И это серьезная заявка, которая как бы претендует на технологии. Я так понимаю, что сейчас вот такого рода вызовы на дебаты с минимальным риском станут тоже технологически приемлемыми. Ну, безусловно. Вы знаете, совершенно нельзя представить, что те, кто голосует, допустим, за оппозиционный блок или за партию коммунистов, будут голосовать за Народный фронт или за Всеукраинское объединение Батьковщина, допустим. Поэтому, да, такие технологии возможны. И, понимаете, получается странная ситуация. Она просто какая-то там такая патовая для нашего электората, который приходит на выборы. Почему? Потому что его всегда пытались разделить исключительно на белое и черное. Отсутствие идеологических партий, которые бы имели твердую идеологию, которые бы этой идеологии исследовали всегда. Отсутствие политических партий. Да, имеющих политическое содержание. Да, имеющих политическое содержание. Но привело к тому, что как бы пути, электоральные пути этих партий, они просто не пересекаются. Поэтому конкурируют, ну скажем, вот демократические силы друг с другом, силы, которые там олицетворяют там бывший Советский Союз, там партию коммунистов, оппозиционный блок с друг другом. Но население просто сходит с умом. Потому что начинают ругаться те, которые должны поругаться после того, как их изберут. Да, да. Они начинают ругаться здесь, чтобы завоевать какие-то голоса. Так и происходит. И вот из этой ситуации здорово было бы выйти, если бы принять действительно качественный закон о местных выборах. А варианты такого закона точно были. Александр Ковальевич, у нас не очень много времени, у меня еще очень много вопросов. Скажите, пожалуйста, а вот такие вот фейковые партии, которые имеют чисто местное значение, партии-однодневки, которые в рамках конкретного населенного пункта или региона имеют серьезные шансы попасть в Горсовет. Я имею в виду, например, родину господина Маркова, которую никто по Украине всерьез не воспринимал, а в Одессе они совершенно спокойно взяли достаточно большое количество мест в Горсовете. Такой феномен возможен при нынешнем законе? Безусловно, возможно. Да, региональные проекты, они могут быть реализованы в нынешней системе избирания. Безусловно, могут быть реализованы и они будут. Ведь партия, даже партия Родина, она всеукраинская партия. Ну, мы еще имеем господина Цегип, которого Украина не принимает, а в Одессе он совершенно спокойно в Горсовете занимается. То есть все региональные проекты, они могут быть, и они наверняка эти все технологии будут включены и будут реализованы. Но в этих условиях я не очень... Вот совершенно непонятно, как наш господин Саакашвили собирается управлять областным советом, где большинство голосов будут отданы и, естественно, будут сидеть в облсовете, люди, которые являются его политическими врагами. То есть ему остается только прямиком вмешиваться в подвыборные кампании и ставить своих? Смотрите, на самом-то деле, с точки зрения нормального построения политической системы, Саакашвили никак не должен управлять областным советом. Это две параллельные власти. Это я понимаю, но на самом деле, всякий раз, когда речь идет о финансировании какого-то конкретного проекта, дороги Одесса-Рени, ну и так далее, возникают ситуации, когда от их голосов зависит то или иное решение. Безусловно. И сегодня Шмушкович начинает делать серьезную политическую карьеру при живом Саакашвили. Юрий Ильинич, смотрите, на самом-то деле, мы же рассуждаемся сейчас с вами категориями прошлого. Надо это понимать, что впереди грядут процессы децентрализации административной реформы. И природно так будет, что ветвь власти, скажем, префекта или губернатора, или главы областной государственной администрации и областного совета, они будут решать разные задачи. То есть, безусловно, областной совет, его компетенции будет увеличиваться. И именно поэтому я говорил о промежуточных выборах, что... Что они на самом деле предварительные. Они на самом деле предварительные два года буквально. Званово в студию, я прошу прощения. Слушаем вас внимательно. На самом деле предварительные два года. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Ужаные господа, дайте, пожалуйста, свою оценку возможностям избирательных комиссий, или счетных комиссий в условиях нового законодательства. Их возможности фасификать и увеличиваются, уменьшаются, остаются на том же уровне. Благодарю вас. Спасибо. Вот вопрос очень правильный, мне так кажется. Ну, с точки зрения возможностей комиссии. Комиссия будет работать в новых условиях, и это большой вызов. Почему? Потому что закон принят поздно. Членов комиссии надо готовить, ресурсов на их подготовке нет, и это большие риски для самой избирательной компании. Я абсолютно четко отдаю себе отчет, что... Их еще и некому готовить. Да, мало того, некому готовить, некому формировать. Вообще непонятно, как это будет происходить. Совершенно очевидно, что некие компетенции, которые раньше были на территориальных комиссиях, сегодня принадлежат центральной избирательной комиссии, допустим, раздел на округа и образование территориальных комиссий. И все это будет делаться, и всегда есть риски, там, либо центральная комиссия затянет, да, и так далее. Очень много рисков. Мы говорили с вами в студии, да, непонятно, кто против кого и на какой территории будет играть в какую игру. Да, и это делает компанию такой трудной с точки зрения подготовки. С точки зрения фальсификации, я хочу напомнить, что в компании 2014 года Верховную Раду был принят целый пакет законов, усиливающих ответственность за фальсификацию выборов. Эти все законы действуют. И я надеюсь, что в этой компании они будут действовать по-настоящему. И поэтому моя оценка, что с точки зрения, там, сказать, фальсификации самих результатов выборов, здесь больше позитива, чем негатива. Здесь совершенно очевидный водораздел. Пока у нас не начнут в серьезные, серьезные сроки сажать за фальсификацию выборов... Это обязательно надо делать. ...то сих пор не прецедент один показать на тысячу, а реально, чтобы человек, который регулярно... У нас есть известные всему городу и всей области фальсификаторы, которые на этом живут. Мы знаем их по фамилиям, по именам. Мы знаем, как они работают. Есть целая команда. Но они снова будут сидеть в избирательных комиссиях. Вы понимаете, в чем дело? Пока не начали за это сажать, пока это не стало единым законом, правилом игры, до сих пор у нас не будет ни власти, ни демократии, ни эффективного государства. Я, Юрий Юрьевич, с вами абсолютно согласен. Я считаю тоже так, что фальсификация именно результатов воли и изъявления граждан — это самое тяжелое преступление. Так должно быть в нормальном государстве. Это хуже воровства. Почему? Потому что это извращение воли народа. Извращение воли избирателей. Это ликвидация будущего данного форума. И за это должны абсолютно быть четкие правовые и уголовные ответственности за это. И эти все механизмы надо включать. Безусловно. Понятно. Но я думаю, что мы ответили на вопрос, который нам задали. Все-таки тот минимум информации, который должен... Вот вы понимаете, я иду на избирательных участках, стоит бабушка и говорит, «Деточка, мне куда бросать, из-за кого голосовать?» У нас таких бабушек, извините, пожалуйста, значительная часть избирательного состава. А где-то в селе она просто подходит и члену избиркома говорит, «Вот, голосуй сам». Ну, так может быть. С точки зрения самого бюллетеня, так он... Мы говорим о 40% избирателей, что они примерно вот так относятся к выборам. Ты мне скажи, куда бросать и где галочку ставить. Ну, потому что, знаете, у нас, к сожалению, очень мало людей, которые способны на самостоятельную оценку и самостоятельные действия. Самостоятельный и сознательный выбор. Именно поэтому можно переубедить целые села, голосовать за фуфайки, за гречку и так далее. Я думаю, что это, в общем-то, у нас насаждалось долгое время. Мы же с вами хорошо помним, но я лучше, вы, может быть, чуть похуже, значит, как делались выборы. Во-первых, не было выбора, был один человек, и за него надо отдать голос. Но как делалось 90 с чем-то процентов? Просто в 6 утра на избирательном участке работал оркестр, работали развлекательные всякого мероприятия. Привозили бочку пива. Привозили, не просто бочку пива, привозили, не скажу, что очень дефицитные продукты. Икры там не было, коньяка не было, но там были фрукты, там были овощи, причем по нормальной цене. И люди просто шли отовариваться. Им говорили, все будет до 9 утра, до 10 утра. И таким образом делалось 90 процентов. Мы жили в системе несколько поколений, когда фальсификация выбора было основное занятие государства, которое занималось удержанием власти у господствующей партии. Из такого безобразия, из такой дыры выбраться за 30 лет у нас не получилось. Я думаю, что не получилось бы и у другой страны. Слишком долго и слишком упорно попирались у нас элементарные права гражданина. Элементарные. И он охотно это принимал. И воспитал следующее поколение избирателей, которые теперь все-таки немножко компетентнее. Ну, во-первых, компетентнее. Во-вторых, я верю в наших избирателей. В-третьих, я всех призываю в любом случае. Нравится вам, не нравится вам законодательство? Нравятся вам политики? Не нравится вам политики? Нравятся вам политические силы? Или они не нравятся? Надо прийти и отдавать свой голос. Надо влиять на власть. Это очень важно. Очень важно вообще для перспективы собственной, надо всем понимать, собственной вашей жизни. И жизни ваших детей. Как только мы опустим руки и перестанем влиять на власть, сразу власть превратится в дракона. Это закон. Вы знаете, очень многие граждане города Одессы просто гордятся тем, что Одесса рекордсмен по неявке на выборах. Это плохой рекорд. Плохой рекорд, но Одесса этим как бы гордится. Типа нас на политических разводках не поймали. У нас снова звонок в студию. Пожалуйста, слушаем вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я могу говорить, да? Да, конечно. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Дело в том, что я долгие годы наблюдаю отношение людей к выборам одесситов. Я одесситка. Значит, люди из-за того, что власть систематически обманывает людей и игнорирует их интересы, говорят так. Иду я, не иду на выборы. Толку никакого. И не буду. Я убеждаю, говорю, что нужно. Что никто за тебя не должен решать твою судьбу. Они говорят, нет, как было, так и будет. Как господин Остапенко прокомментирует это? Спасибо. Я могу только сказать слова благодарности вам, прежде всего, что вы убеждаете людей, что надо ходить. Я этим тоже занимаюсь. Обязательно надо идти, обязательно надо влиять. Обязательно надо верить, что вы знаково можете изменить вообще отношение к вам, прежде всего. Надо себя уважать. И это надо делать. Потому что если мы не будем этого пытаться делать, то ничего никогда не изменится. Это надо четко понимать. Мне все-таки кажется, в связи с формулировкой нового закона, в том виде, в котором мы можем сейчас с ним познакомиться, все-таки ситуация поменялась. Я скажу в чем. Такая слабая итерация к улучшению. Я еще раз говорю, слабая итерация. Но это промежуточный закон. Я думаю, что в какой-нибудь Голландии тоже на выборах не все честно. Но нас каждый раз обманывают все более изощренными способами, поскольку мы становимся более изощренными, более квалифицированными избирателями. Поэтому я могу сказать, бороться с такими недостатками, как фальсификация выборов, это занятие достаточно неблагодарное. Но как только мы перестанем бороться, тогда, вообще говоря, государство просто рухнет. Управлять таким государством будут люди, которые не могут им управлять. Которые могут только карманы набивать. Мы уже в значительной мере, законным, незаконным способом, с помощью кирпича и огня, поджогов шин в Киеве и так далее, ценой больших человеческих жертв существенно поменяли не только состав выборной власти, представительской, мы существенно поменяли способы управления в стране. За несколько лет, буквально за последние 10 лет, мы уже другие. Можно даже сравнивать, какими сейчас являются наши избирательные аргументации. Очень много изменилось за последний год. Очень много. Многие говорят, что они не чувствуют изменений. На самом деле, я просто чувствую, что эта лавина начала двигаться. И я просто в ожидании, когда начнутся вот такие всеобщие изменения на всех фронтах. Поэтому я могу вам сказать, отвечая на ваш вопрос, уважаемая телезрительница. Нас, конечно, будут на выборах пытаться обмануть. Но то, что они пытаются делать все время это все более изощренными способами, говорит о том, что старые способы не работают. Основами им приходится подбираться всякий раз. Видите, они все время переписывают. Им все время старые законы неудобны. Почему? Потому что мы стали лучше, мы бы стали более зрелыми. И поэтому ходить на выборы надо. Голосовать нужно. Участвовать в выборах нужно. Это ваше гражданское право. Это ваш способ влияния на управление страной. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Абсолютно просто стопроцентное попадание, так сказать, в то, что я думаю, что считаю важным и что считаю нужным. Надо прийти на выборы, надо голосовать, надо пытаться влиять на власть и это делать все более активно. Тут есть еще один принципиальный момент. Рядом с вами ходит огромное количество еще не избирателей. Это люди, которым еще нету 18 лет. Тем, кого 16, 15 и так далее. Этих людей достаточно много. Они внимательно в школьные годы смотрят и интересуются тем, чем живет страна. Они знают, что их совершеннолетие совпадет с правом делать выбор. Им надо все это говорить. Их надо воспитывать. Я очень хотел бы, чтобы следующее поколение избирателей было грамотнее нынешнего. Это очень важно. Я в этом абсолютно убежден. Она будет грамотней. И она будет ходить на выборы с развитием, вот знаете, с переходом от такого промежуточного состояния демократической страны, в которой мы сейчас находимся, до настоящего демократического государства, европейского типа. Значит, уважаемый телезритель, у нас в гостях был Александр Анатольевич Остапенко. Он военный, он преподаватель, он ученый. Он, кроме этого, политический деятель. И сегодня он занимается борьбой с коррупционной деятельностью, в частности, на выборных кампаниях. Занимается тем, что просвещает избирателей, готовит избирательные команды, участвует в политической жизни, к чему и вас приглашает, я так понимаю. Да. Спасибо за то, что вы у нас были. Спасибо и вам. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова